Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Пока мы едины, мы не победимы. Это так переводится. Попадем едины. Это так переводится слова этой песни. Пока мы едины, мы не победимы. Сегодня мы проводим с вами праздничное мероприятие, посвященное российско-кубинской дружбе. Что такое куба? Остров свободы, все знают. А почему остров свободы? Потому что, видимо, все хотят его захватить, а там свободные люди освобождаются. Точно так же и с Россией происходит. Если мы вспомним всю историю России, все на нас резут, пытаются захватить нас, а мы все время освобождаемся и все время свободны. И эта песня, пока мы едины, мы не победимы, она проходит нитью сквозь всю нашу историю. Точно так же, как и с историей кубы. И поэтому мы с ними братья, друзья. И поэтому мы сегодня проводим этот праздник. Чему он посвящен и с чем он связан, мы вам в ходе этого сегодняшнего мероприятия все расскажем. Значит, сейчас наше мероприятие, посвященное российско-кубинской дружбе, считаем открытым. Можем исполнять гимн Российской Федерации и кубы тоже здесь по-русски. Можем это все вместе с дружной исполнять. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Могучая воля, преликая слава, Мое расстояние во всем временах, Славься, Отечество наше свободное, Радских народов союз вековой, Редко-минитальная, Мурость народная, Славься, страна, Мы гордимся тобой! Вот здесь мы видим флаг Кубы. Это национальный гимн Республики Куба. Это национальный гимн Республики Куба. Этому гимну было очень... Было исторически написано еще «Смело в боре патриоты бояма». Верните. Ваша Родина в бане гордится. Главной смерти не надо страшиться. Смерть за Родину вечная жизнь. Знайте, храм, кто познавший. Смерть. Жить вокруг отзор и бесчестия. Крич победы, Регит потереть. Патриоты, с оружием, вперед! Это не маленький, Это так же, как у нас, первый куплет. Да? Открыли. Это... У нас первый куплет, и... Республика Куба, и Республика Куба, если вы посмотрите на карте, как она расположена? Как ящик. А? Как ящик. Так, а где она расположена? Вот у нас на конец Африка. О, многие знают. Вот теперь смотрите. Вот, к примеру, земной шаг. Вот Россия здесь, да? Да. Здесь Индия, здесь Австралия, здесь Африка, да? Там Америка. Правильно, вот она пошла Америка. Вот Северная Америка, там США, да? Здесь Аргентина, Венесуэла, Чили, Аргентина и так далее, да? Северная Америка. Правильно? А вот здесь, то есть, вот так вот, как бы, получается, Америка, Северная Америка, А прям по селедке располагается Куба. То есть, если мы посмотрим, как крутится земной шар, и как идет солнышко, то солнышко с востока начинается, как Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия первая встречает солнышко. И вот солнышко пошло по России, по России, энергия жизни пошла через Россию, да, начинается на всем земной шар, и дальше идет, идет, и подходя к Америке, она подходит к Кубе. Из Кубы получается распространение этого света и на Северную, и на Южную Америку. То есть, эта точка очень ключевая и стратегическая, энергетическая, и такая духовная точка, через которую идет распространение, можно влиять и на Северную, и на Южную Америку. Понимаете? То есть, чтобы вы понимали, что такое Куба? Куба – это ключ к Америке, к Южной и Северной. И, кстати, на гербе, вам будет потом рассказано, на гербе Республики Куба, как раз этот ключик и изображен. С одной стороны Северная Америка, с другой стороны Южная, а здесь посередине, как раз вот Республика Куба. Но, именно поэтому, зная, вот ее духовное значение, скорее, вот этого острова, этого местоположения, многие хотели его захватить. Еще в свое время, когда, если вы вспомните, были инки такие, индейцы, потом приплыли в Америку кто? Христофор Колумб, Америка Вискуча и так далее. И пришли конхискодоры, то есть, оккупанты, по-нашему, если говорить по-испански, пришли обычные захватчики, грабители, оккупанты, которые, узнавшись, что здесь есть свободная земля, ее можно захватить, народ поработить, всю эту землю разграбить, и самим себе тут жизнь устроить прекрасно. В принципе, как всегда, понятно, да? Вот. И в том числе, захватили вот этот остров Куба, остров свободы, и держали его очень долго, народ в эксплуатации. Рабские в эксплуатации, но люди вместо этого терпеть, как всегда, не хотели, и в один прекрасный момент освободились сначала от испанского рабства, потом перехватили управление над Кубой американцы, начали, то есть США, начали точно так же грабить этот народ, там сделали казино, всякие, ну, и горные дома, короче, приватили такое, знаете, как в дачу такую, знаете, для всяких безобразий. Вот. Естественно, эксплуатируем местное население. Местное население с этим не согласилось, вот, у них появились свои лидеры, их лидеров звали Фидель Кастроев и Эрнест Че Гевара. Они подготовили революцию очень мало, 82 человека, у них было немного оружия с собой, они высадились, и потом пошли, 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 и подняли народ на освобождение, весь народ восстал и освободил остров свободы. Как это и происходило, мы сейчас вам покажем маленький видеоролик. Под руководством Фиделя Кастро был создан новый отряд патриотов, готовый к вооруженной борьбе против диктатуры в Ахисте. В конце 1956 года на небольшой шхуне Гранма 82 смельчака отправились к берегам родной Кубы. Их вело вперед одно желание единая воля принести своим братьям свободу. Уже на берегу отряд Гранма вступил в бой с регулярными частями армии Батисты. Пришлось уходить в город, пробираться через болото, непроходимый колючий кустарник. Дойти удалось немного. Вначале у них было всего лишь 7 бинтоков. Но и с 7 бинтоками можно продолжать борьбу, если революционеры поддерживают народ. В тот вечер в горах Сьерра-Маэстро Фидель сказал пророческие слова. Ну что ж, друзья, теперь дни диктатуры сочтены. К бойцам Фиделя присоединялись новые и новые патриоты. Отряд превращался в повстанческую армию. Она с боями прошла по всей Кубе и 1 января 1959 года вступила в столицу страны Кавану. Десятки тысяч людей вышли на улицы. Народ восторженно встречал своих освободителей. Вот. Понятно, да? Несмотря на то, что их было мало, они были слабо вооружены. Но самое главное поддержка народа. И поэтому звучало надо объединиться и мы победим. И так и произошло. И Федерик Кастр потом и сказал не важно сколько нас главное иметь цель идею и поддержку народа и все вместе мы победим. И так и произошло. После этого естественно когда народ получил право распоряжаться своей жизнью своей землей своих государств это остров стал процветающим. Как раз и в СССР ну вот в России вы знаете что был союз советских социалистических республик. мощная мощная держава которая также запустила в тот период победила после 45-го года в Великой Отечественной войне восстановила всю экономику создала свое мощное оружие что весь мир не мог на нас напасть хотя и нападали вот и также запустили спутник первый в космос да потом Гагарин первый человек в космос полетел как раз вот в этот период был расцвет скажем так сил добра созидания сотворения и мы с Кубой в этот момент дружились и после этого как бы мы начали помогать острову свободу потому что все хотели опять его вернуть в рабство вот мы помогли острову свободу оружием специалистами техникой и после этого начали началась наша такая более тесная дружба и после этого Фидель Кастро на тот момент руководитель республики Куба приехал к нам в Москву вот сейчас небольшой ролик харизму темперамента и широту души команданта смогли ценить тысячи наших сограждан когда в 63 году Фидель Кастро привел в СССР сейчас в нашем эфире фрагмент фильма телеканала Культура о том как встречали кубинского лидера в Советском Союзе И вот Москва встречала Фиделя по высшему рангу правительственных визитов сегодня когда Советского Союза уже нет все-таки блядя на эти кадры понимаешь никакая режиссура советской пропаганды не смогла бы инсценировать такую искренность людских чувств а в Кремлешней переговоры о широком стратегическом сотрудничестве в Кремлешней в Кремлешней совершилась Русская революция. Как бы ни относился современный мир к практике Кубинской революции, нелепо отрицать масштаб и своеобразие личности Феделя. Диму и хамлисту, так гражданой коммунист, патрио-глажды, Родина и Республика, мы победим! Вообще, опыт переводческой работы с Феделем уникален, как уникален, собственно, сам Федер Кастро. Во время путешествия Кастро по нашей стране, а длилось оно более 45 дней, Леонов имел возможность быть рядом и видеть незаурядность этого человека. Всех, кто окружал его, случайные собеседники или участники митингов, подпадали под буквально гипнотическую власть его темперамента. Кто-то не бороться, не за спутой, он бороться, за других никогда не будет свободен. Войн может погибнуть, но его идеи останутся жить. Нет лучшей платья, чем капитализировать перед лицом врага, который нападает на тебя без причин, тебе есть права на это. Мир живет на таком почве, который взрывает империористы. Наша страна, это рай, духовно в смысле этого слова. И как многократно говорил, мы предпочитаем уметь и леть в районе, чем выживать в воду. Я понял, что та война, которая ввел с империоризмом, ввел всю свою жизнь, и она была начертана в судьбой. Революция — это битва между будущим и прошлым. Ваш учитель Елена Петровна подготовила тоже информацию. Мы вместе готовим, да, действительно. Мы вместе готовим. Она сейчас просто доложит. Мы сейчас с вами немного по путешествиям, ознакомительно, походим. Что же она собой представляет, и что интересное у нее, настоящее у нее. Итак, сейчас правит, руководит все республики Куба. Читаем. Брат. Брат. Это брат. Беделя. Так, дата независимости. Это 10 декабря 1998 года. Столица Гавана. Гавана площадь. Стоять. 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 Стоять километров. Стоять. 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 Население 11 миллионов. Ну, что, 12. Так, ну и официальный язык испанский. Название Кубы Гавана происходит из языка Таина. Как иначе, Куба в переводе означает земля, суша или главная земля. А почему главная земля? Потому что есть. Вот посмотрите, вот что собой представляет остров Куба. А вокруг Багамские острова. Здесь еще Антильские острова. Они очень мелкие. Но самое большое острове – это Куба. Куба. Итак, флаг Кубы. Посмотрите, какой он интересный. Был поднят в 1850 году. Здесь мы видим три синие полоски. Означают департаменты, на которые был разделен остров. Две белые полосы символизируют чистоту и стремлений к кубинскому народу. А красный треугольник – это идеалы равенства. Равносторонний треугольник – это братство и свобода. А также красный цвет – это кровь. Символ того, что нужно пролить кровь, чтобы защитить свою свободу. Правильно. И вот одинокая звезда – это символ полной независимости. Очень интересный герк Куба. Это он изображен в виде щита. И разделен, посмотрите, на три поля. Одно поле и еще два поля. Вот о том, что говорил, что ключ находится между двумя Америками. Южной и Северной Америкой. Далее. Вот он, золотой ключ, говорящий о положении между двумя Америками. И восходящее солнце, символизирующее рождение нового государства. Три синие полоски и две белые отражают административное деление Кубы в колониальный период. А королевская пальма символизирует несгибаемый характер кубинцев. Итак, Вальмута Катайна Кубы, Песа. Ну и вы, наверное, сразу узнали, кто изображен. Гуана. Чигавара. Так, национальные символы Кубы. Кубинский троган. Птица, которая имеет расцветки кубинского флага. Так, и еще. Троган символизирует свободу. Данную птицу нельзя посадить ни в какую клетку. Она умирает. То есть, в несвободе она жить не может. То есть, в любой клетке она умирает. И вот поэтому это символизирует свободных кубинцев. Людей, стоящих только за свободу. Национальный символ Кубы. Вот такой еще. Мари, Мари, Роса. Национальный цветок, красивый, белый, очень сильного аромата. Вперед борьбы, независимый, был символом восстания. Национальные символы Кубы. Еще королевская пальма. Мы что сказали сейчас только? Даже на гербе имеется королевская пальма. Это прямая, горбеливая, неиздеваемая, как дух в этой стране. Итак, животный мир очень разнообразен. Ну, конечно, мы все сразу увидели и узнали. И черепа, и крокодины, и дельфины. Ну, а это цветок. Строуган. Прошите, Марина. Дальше. Погодный мир. Прошите. Растишки забирались и собирали там кокосы. Да. А внутри там молоток. Ну, а у них королевские, естественно. А с пальмой королевской, значит и кокосы королевские. Так, растительный мир очень разнообразен и красивый. Мы дальше с вами будем говорить о нем. Посмотрите, какой цветущий, красивый край. Какие достопримечательности? Сан-Карлус-де-Ла-Кабанья. Комплексы крепостных сооружений 17 века. Дальше. Кафедральный собор Гаваны. Собор Святого Христофора. Здание музея революции. Далее. Дом Эрнест Хемингуэя. Далее. Здание Большого Теракта. Вы видите, какие замечательные здания. И очень интересный там национальный парк Сьерра Маэстро. Расположился в горном массиве. Который включает в себя высочайший пик Кубы. Пика Туркина. И посмотрите, какая интересная пик. Здравствуйте. Видите, садитесь, садитесь. Какой жар. Далее. Парк Баканау. Признан ЮНЕСТО для сферных заповедей. Сочетает седозаквачьи и пейзажи. Много развлечений. И имеется огромный парк динозавров. Вот такой огромный. И вот такая у нас с вами обзорная экскурсия по Кубе. И далее мы сейчас то, что приготовили с вами, что мы уже знаем. Тише, тише, волны шумят. Белый песок, солнце, свет не объят. Куба плывет, как старинный фрегат. Сквозь времена океан и цветов аромат. Много мелькает событий. И мед, мы кинопленку для вас повернем. Кадр за кадром, бежит и бежит. Куба к свободе и миру спешит. Если гаману окинуть взглядом. Прась страна, страна, что надо. Под пальмой на ножке стоят фламинго. Светет каларио по всей видаду. Куба, Куба, коронирагу после теплых густых дождей. Ты блистаешь, как вис Атлантика, гордливый своей красе. Ты какая-то вся стебельковая, и ворачиваю в среди дня. Запрокинула весело голову. Полюби, иностранец меня. А площадь, как огромный маг, раскрывшись флагами подделок. История, замедлий шаг. Гавана слушает Фиделя. Фиделя. Здесь нет улыбок далеке. Застыли нервы. Жадно, голод. Гавана всех неправ причал. Кубура по шерке за мостом. К нему за правду и пришла. Через столетий перекрест. Пляж, белый песок, океан загладит. Куба, свобода, тебя не узнает. Как ты чудесно похорошела. Вдоль миликона лег берег вокруг, Который гавану волной обнимает. На набережной красота отдыхает. В глубину морской лазури Солнца луч вонзает острый. Просыпаясь после бури, Расцветает дивный острый. Распускается цветами Франджепани и Акации. Ритмы сальсами тамтами Кружит юбка в ритме танца. Пляж, пищатый, белоснежный, Малит мягкостью воздушной. Опускаясь на колено, Собирает борьбу с ракушкой. Нижний бриз толкает волны К берегам прекрасной клубы. Да здравствуй, Чи Гевара! Да здоровь, да со мной, безвы и милость! Родина или смерть? Вперед, зачем? Сообщаю вам, со всей ответственностью, Или мы обретаем свободу в 1959 году, Или же останемся мучениками навечно. Я Павла, единомышленник Гевары. Я Агеда Агя, единомышленник Че. Я Карл Бермудов, единомышленник Гевары. Я Ромерико, единомышленник Че. Я Баймидас, единомышленник Гевары. Армия собрана, пора. Наша маленькая, но гордая страна. Наш маленький, но гордый народ Кубы Никогда не будет армией рабов. За эту свободу, за юности царства, За эту свободу, прекрасную как мир, Ей надо отдать все, все, чего она требует. Все, даже тень свою, все, даже жизнь свою. Тихо, 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 тихо. Идите сейчас, пойдем. Тихо, 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 тихо. Жизнь склонилась, ты землю санток лавил. И где теперь берется грецно? Остыло жаркое сердце команданка Че Гевара. Теперь ты огненным ветром Получишь красное знамя И наше место снова знамя Любовь твоя стыла светом Ведь сердце твое измолкло И кровь твоя не остыла Революция велика Для правой битвы раскрыла Деньги с улыкой нас всех ждешь Споти нас ты обнимаешь И там ты руки нам пожмешь Так до вечности командир наш Здесь в бетонных кварталах Наша сьерра маэстро И мы поем твои песни Команданты чеки-вара Здесь в бетонных кварталах Наша сьерра маэстро И мы поем твои песни Команданты чеки-вара Время прощаться пришло нежданно Хоть я его торопил и ждал Но в мое сердце вошла гаванна Морем обточенный белый кинжал Солнце палящее над океаном В каменных зданиях дивный зон Прощай, Гаванна, Прощай, Гаванна Адиос Хаванна, Ми-Амур Воздух, пропитанный запахом гряны Город, смотрящийся в синий простор Прощай, Гаванна, Прощай, Гаванна Адиос Хаванна, Ми-Амур Мне заставать под тебя постоянно Ведь возьми тебя вновь и вновь Адиос Хаванна, Адиос Хаванна Прощай, Гаванна, Моя любовь Город, пропитанный запахом пряны Город, смотрящий в синий простор Прощай, Гаванна, Прощай, Гаванна Адиос Хаванна, Ми-Амур Молодцы И вот в наши дни В наши дни остров свободы продолжает Сдержать оборону против мирового империализма Им много раз объявляли блокаду Экономическую, военную, продуктовую, эмбарго То есть запрещали поставлять нужные для жизни товары Несмотря на это, свободолюбивый острова свободы До сих пор никому не сдался И постоянно, благодаря тому, что обладает именно Возможностью пользоваться своими ресурсами Своей землей Самим обустраивать свою собственную жизнь До сих пор эта страна процветает И до сих пор носит имя острова свободы В последнее время, вот прошло буквально с тех времен Уже 60 лет Руководитель Кубы, которого вы видели Фидель Кастер, к сожалению, год назад Ну, закончил просто жизнь Сейчас его, да, потому что По старости Просто по старости, да Вот, сейчас Кубой руководит его брат Который, в принципе, передает все наработки революционные И мы сейчас вам покажем ролик, который говорит о праздновании О праздновании дня революционных вооруженных сил Куба А с чего они начались? Вот как раз с того, что мы с вами как раз и говорили Что яхта Гранма 2 декабря Приблизилась к острову свободы И вот этот день, как бы Когда приплыли вот эти 82 героя Среди которых был Эрнесто Чагевара И Фидель Кастро Считается днем революционных вооруженных сил Потом они вызвались Потом война пошла Потом революция Освобождение и так далее, и так далее И вот с тех времен вот этот день празднуется Как день революционных вооруженных сил Ну и, в принципе, чуть-чуть там Это самый, как раз год назад умер Фидель Кастро То есть день памяти Фиделя Кастро Почти по времени совпадает И вот сейчас это прям с Кубы Здесь вы увидите парад, посвященный 60-летию Кубинских революционных сил Это на Кубе Да, это на Кубе Какие у них бодрые солдаты Какие у них вооруженные силы Какие у них патриотичные люди Мы вот с ними общались С вашими школьниками С нашими учителями Ездили в посольство Общались Они такие светлые, добрые Понимаете, позитивные Такие вот настоящие, человечные люди Сейчас мы посмотрим ролик Сначала Стоп Стоп Сначала Нет 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 Какой язык Испанс Вот рулька Вот яхта Гранма Вот Вот вооруженные силы Видите парад Вот флаг Вот яхта Федеркастер Вот смотрите какие воины Вот они кубинцы Посмотрите на них Какой-то свободолюбивый Трудолюбивый народ Поскольку она расположена Близко как и хватило Соответственно у нас снег А у них жарища Здесь прогорелые Видите Тренированные Вот Вот видите у них здание Сомас Фидель Грация Сфидель Субтитры Субтитры Зацел Субтитры Субтитры Вот весь народ Видите ее празднует свое освобождение. Так он бывал все время на майский праздник. Да, да. И на день победы. Так, сейчас мы вам исполним песню, которую вы слышали в самом начале, но мы чуть-чуть ее исполним на русском. Да. Есть люди, которые перевели. Это Марина Васильевна перевела? Ну, есть, есть. Когда народ единый, он непобедим. Вот, когда народ единый, он непобедим. Тогда свет надо выключить. Там ничего не видно. Ничего не видно? Вот так. А почему все время рукопашные бои показывают? Что? В чем вопрос? Все время рукопашные бои показывают. Не все время, а периодами, потому что это бодрость духа, это сила мышц, это сила воли. Те, кто занимаются, в том числе, рукопашными боями, другими видами спорта. Да, любит свою родину, ведет спортивный, патриотический образ жизни. Это растут настоящие граждане нашей страны, которые любят родину, у которых потом семьи будут счастливы, дети, внуки и правнуки. Это настоящее будущее нашей страны. Поэтому можете заниматься любыми видами спорта, в том числе и рукопашным боем. Да, он яркий, такой многообразный. Можете и других видами спорта заниматься. Пожалуйста. Это только приветствую. Это как пример. Да, это как пример. Когда народ единый, он неповедим. С гневом и болью, с верой в торжество, справедливости, поет наша молодежь эту песню. Можете подпевать. Там очень прыгнул. Заводит бой, твой свободный гим, какой народ в огне не победил. Нельзя молчать, когда земля в огне. Когда свободу ставят на колени, только в полный рост имеешь право петь и выбор в рост. Победа или смерть, Чтоб к новой жизни не выковать ключи. Хоть плачь, хоть бой, но только не молчи. Из крика в сто на тысячи сердец родится песня «Братство миллионов». Пусть она на целый мир прогремит, услышат все «Свобода победит». Наступит наш час и нефтичная вода не выдержит гнева народа и ганта. Греми над миром яростный напад, за них единость строй в своих сладах. Под каждой крыше в каждом из сердец свобода дышит, зреют, гроздья гнева и священной клятвой пловею крепка уже к оружию тянется рука. Закроет всех сесер, невест, невест, и жен, за каждый крик, за каждый детский стон, закроет поэтом слезы матерей не может быть. Прощады и прощады становились в наш строй и с нами вместе бой. Плечом плечом пойдем в последний бой. Наступит наш час и книжная банда не выдержит гнева народа и ганта. Борьба нас владела в единстве наша Сила. Пока мы едины и вы не первокие войны. Пока мы Едины и мы не обез�. Под нами, матушка, земля, над нами благодать. Сараби сила предков, а мы светлая рать. Под нами, матушка, земля, над нами благодать. Да, благодать над нами. Понравилось? Да! Ну, вы поняли, да? Смысл в чем? Что здесь прозвучало такое, что через кровь можно добыть свободу. На самом деле, правильно был задан вопрос, что свободу можно добыть через труд. Каждодневный труд, тот, который вы каждый день творите. Вы идете в школу, делаете уроки, занимаетесь спортом, учитесь на пятерке. И вот этот каждый, каждодневный труд, старайтесь быть дружными, стараться со своим эгоизмом бороться, со своим вот желанием что-то к себе притянуть, одно дело. А другое дело, наоборот, людям сделать что-то приятное, полезное, понимаете? И вот этот настрой делать для людей, для общества полезное, именно этот настрой, и объединяться на этой почве, как раз объединяет народ. И такой народ непобедим. Понятно, ребята? Поэтому ваши сегодняшние пятерки, ваши сегодняшние победы в спорте, ваше послушание родителей, ваше поведение в школе правильное, это и есть уже ваша победа. Понятно? Так, а что мы скажем? Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok